Что я могу сказать? Раньше я был водителем, строителем. Работал, как все, наверное, тоже, семья, дети. В один прекрасный момент все перевернуло. Все вы об этом прекрасно знаете, пришли фашисты на нашу землю. Пришлось брать оружие и защищать свою землю от этих тварей и бросать я не собираюсь, пока не будет полной нашей победы. Доброволец – это человек, который идет воевать за свои идеалы, за свою идею, за свои какие-то приоритеты жизненные. Это доброволец. И те люди, которые, некоторые, может, не знают за деньги, может, за адреналин, это не добровольцы. Добровольцы – тот, который идет защищать свою семью, свою землю. У всех каждой свои приоритеты. Во-первых, кто-то говорит, я, например, человек мира. У меня тоже, например, было много знакомых, которые диванные войска. Пока что-то начиналось, все кричали, когда прошла пора брать в руки оружие. Или по уезжали, или еще что-то. Очень мало процентов, после которых воевать, защищать свою землю. У меня просто прадеда моего расстреляли немцев, фашисты. И как? Чтобы я против них не пошелся, просто уехал. Так не бывает. Что могу сейчас сказать? В том году, при зачистке зеленки, я попал на растяжку. Получил осколочное ранение. Меня оказали в первую медицинскую помощь. Меня отвезли в больницу. Мне сразу зашили глаз. Но там настолько нету такого оборудования. Так, например, здесь. Первичное мы все сделали. Осколки, которые были снаружи, не вытянули глаз, зашили. Которые оказали звуком в середине. Их просто не заметили. Ну, слава Богу, подлечили. Остался в строю. В данный момент сейчас приехал опять на очередную операцию по удалению осколка из лаза. Операцию сделала. Прошли успешно. Зрение более-менее нормализовалось. Хочу сказать спасибо ребятам из добровольцев Союза Донбасса, которые помогли все это сделать.